Можно сканировать любые виды объектов, начиная от маленьких моделей, заканчивая человеком. Мастерские и лаборатории оснащены высокоточным оборудованием. Роль инженера или ученого могут примерить камчатские школьники. В первом на полуострове технопарке кванториум обучают по семи направлениям. Я хожу на IT-квантум, аэроквантум и в хай-тек-цех. Хотел бы пойти еще куда-нибудь, но нет времени, к сожалению. 11-летняя Евдокия Кочергина сама попросила свою маму записать ее на кружок промышленного дизайна. Девочка в будущем мечтает стать дизайнером одежды, а пока занимается 3D-моделированием. Рисуем там разные фигуры. Можем сделать котика, цилиндр, квадраты и многое, что хочешь. Мы, у нас есть тут дополнительные занятия, мы рисуем 3D-ручкой. Самый популярный кружок в технопарке – это робо-квантум. Здесь ребята занимаются построением робототехнических устройств и программированием. Изучают различные языки от питона до C++ и в дальнейшем учатся их применять. Помимо робототехники мы также изучаем основы электроники, то есть учим ребят паять без микроконтроллеров. Также изучаем встраиваемые системы. Я поясню вкратце, это любая электроника, которая автоматизирует рутинные процессы жизнедеятельности. То есть это может быть и системы контроля доступа, пропускные системы. Ребята также помимо роботов разрабатывают умные дома, умные теплицы. День открытых дверей прошел накануне в Кванториуме. Первый на полуострове детский технопарк открылся на базе Центра детского и юношеского технического творчества, расположенного в районе СРВ. Пришедшие на это мероприятие родители высказали свои пожелания, чтобы такие заведения доп. образования открыли в каждом районе полуострова. Это очень нужная вещь хотя бы для дальнейшего обучения в высших и средних учебных заведениях. Я вам это говорю как человек, который работал и в институтах, и в техникумах. Я действительно говорю со знанием дела. Именно вот эти вещи, они потом дают базу для дальнейшего обучения. Артем Демидов, отец двоих сыновей, пришел на день открытых дверей вместе со своим младшим ребенком, который уже посещает кружок Аэроквантум. Может быть там останется, может быть что-то поменяем. Везде интересно. Это однозначно, для Камчатки это новшество, поэтому... Мы все хотим туда сами, поэтому... Выбирать ребенка, естественно, будем помогать ему совершить правильный выбор. Напомню, пилотный вариант детского технопарка в мини-формате был запущен на Камчатке по поручению губернатора в ноябре 2017 года. В 2018 году Камчатский край вошел в состав 12 субъектов России, которым выделили почти 80 миллионов федеральных денег на строительство дошкольного образовательного учреждения. Техническое творчество сегодня это одно из важнейших направлений, поддерживаемых на федеральном, на региональном уровне. Это то творчество, которое отдает возможность формирования системного мышления, возможность формирования умения работать в команде. Преподают все дисциплины в Кванториуме, специально обученные и одобренные федеральным центром педагоги. Здесь могут обучаться более 800 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Вот он пришел к нам в юном возрасте достаточно, его постепенно втягивают в этот процесс, постепенно, постепенно. А когда он приходит уже, когда приходит к определенному уровню знаний, то он уже берется за какие-то проекты. Сначала простенькие проекты, потом он попадает в команду, которая работает над каким-то проектом. И все это дело вытягивает его на новый, 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 новый уровень знаний. Так как Кванториум расположен на некотором отдалении от центра города, глава региона поручил приобрести два автобуса. Они будут доставлять в учреждения учеников большинства городских школ. На эти цели уже выделены средства, начаты конкурсные процедуры. Лисон Латыпова, Енина Богданова, Алексей Кузьмин, Дмитрий Былков. Информационное агентство «Камчатка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова